Не ждите меня В натуре Смотрите все это в натуре Я буду весь день на футболе На лавке и даже на поле И в ливень и в снежную бурю Вообще бля погоду любую Меня вы отыщете тут же Гоняющий круглый полушек Натуре, натуре, натуре Я буду сегодня на туре Натуре, натуре, натуре Смотрите все это в натуре Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня четверг, а значит в эфире передача «Натуре» Сегодня много тем накопилось у нас для обсуждения Но поговорим мы выборочно Потому что хотим делать такое исключение из правил И сделать передачу не через неделю, как мы это обычно делаем А две недели подряд Сегодня мы поговорим исключительно о вторых дивизионах У нас будет несколько гостей, мы все обсудим Ну а на следующей передаче мы поговорим о Еврокубках О супердерби и о матчах, которые были в премьер-лиге Сегодня в студии Михаил Мирковов и Максим Киселев Всем привет! Ну и мы, собственно, приступаем к обсуждению Второго дивизиона «Золотой группы» Погнали! Мы продолжаем нашу передачу и сейчас мы будем говорить О вторых дивизионах Группа «Золотая» и группа «Серебряная» И к нам сейчас присоединяется наш гость Руководитель, тренер команды «Аладни» «Аладжиоев Лева» Лева, приветствуем тебя Наверное, с тренером я, наверное, погорячился Судя по вашей страничке на сайте, тренер у вас немножко другой человек Не ты Я тренер, но и по большому счету все-таки полноценным вам тренером мы никого не можем назвать У нас был момент, когда мы вроде бы вводили эту фигуру, но в полной мере реализовать не удалось Поэтому, ну, на сайте пока еще есть, надежда есть, что это может быть еще реализовано Пока, будем считать, что они, ну, точно не я, конечно Будем считать, что Исауленко покинул свой пост, да, или неготовка к исполнению своих соревнований? Пока скорее, да, по организационным причинам, потому что он в нескольких командах и у него физически нет времени столько уделять нам, как бы этого хотелось А тренируетесь вообще? К сожалению, отдельно Не команда, а отдельно игроки, ребята, как и да, но вот так систематических тренировок, которые нужны, конечно, для успешного выступления Иван, ты к нам приехал, собственно, с аэропорта, да, был ты в Краснодаре и... В Краснодаре, потом в Сочи, потом сюда Это командировка или был около стадиона Краснодара к Сергею Гальскому ездил? Кстати, да, вчера первый раз я уже, наверное, пятый-шестой раз в Краснодаре, но ни разу не удавалось в парке Нигальского заехать, но вчера я прям хорошенько там погулял Шикарная территория Шикарная, да? Да, очень круто Во-первых, бросается в глаза очень масштабно Масштабно Большая такая территория Чистенько, ухоженно И все очень необычно Видно было, что дизайнеры, архитекторы Все делалось с умом И такой нестандартный подход Потому что это не просто парк, деревья, скамеечки Но там все в определенном стиле Оформлено, это очень красиво Мы гуляли вчера в полдвенадцатого-двенадцатого ночи Там было людей очень много Сам стадион, конечно, очень величественный Я когда его увидел, я поймал себя на мысли Он похож на Колизей Чисто внешний Местные сказали, что его, оказывается, так и называют Колизей Красивый Фотограф Макса был? Нет, пока только на картинках видел Я тоже на картинках только видел Вчера вживую Конечно, хочу попасть туда, конечно Беличественный, красивый Действительно напоминает Колизей Ну и сам парк, конечно, очень крутой Как говорят, они Галицкого, Краснодаря Боготворят Ну вот практически на таком стадии Очень его любят Очень крутое дело Ну и по командировке, да Отечая на твой вопрос В итоге сегодня вернулся Ну вот успел к вам попасть Это здорово Давай поговорим о, собственно, втором дивизионе О твоей команде В целом Как оценишь начало Прошло туров немного, да Но вот есть поражение, есть победы Как выступление Вот начало этого После пандемийного периода Оценишь? Конечно, приходится оценивать Отрицательно Результаты говорят сам для себя Ожидания были иные Планировалось Начать сортовную совершенно иначе Не удалось По классическим ЛФЛовским причинам Люди Состав Игроки Фактически Вот все эти четыре матча Которые провели Это было без замены Опять же Эти проблемы Они не являются новыми Для кого это не открытие Что в ЛФЛ нужно иметь замены Нужно иметь состав И побеждает Даже не сильнейший Потенциально А наиболее Готовый Подготовленный К более долгой дистанции Вот Мы, к сожалению К началу этого сезона Возобновления Мы оказались не готовы Хотя мне казалось Что будет иначе Я ожидал все-таки Что люди у нас Как-то соберутся Вернутся Но вот Пока нет Потихоньку мы их набираем Но очки теряемся Ну, мне кажется Вот такой Пик И показатель Выступления Твоей команды Был По-моему Несколько сезонов назад Может чуть ли не в прошлом Как в первом дивизионе Вы играли Вы шли на первом месте Шли здорово Была игра Прямо у вас такие Битвы были Хорошие Про вышку разговоры Да, про вышку И как-то вот Вы раз Начали Начали пикировать Что-то подобное Мне кажется сейчас Вроде нет Вроде так Начинали это неплохо И потом все время пикировать Это классические ЛФЛ проблемы С тем сезоном Конечно не сравнить Потому что в одном сезоне Выйти на первое место И в этом же сезоне Вылететь Это надо умудриться Да, классный был старт Того года Но, к сожалению Сказка недолго длилась Вот В этом году все-таки Немножко иначе Мы Ни разу не захватывали Безоговорочное лидерство Да просто лидерство не захватывали Поэтому Мы как бы в роли Догоняющих Пока еще С надеждой Потому что шансы еще есть Но Результаты Пора бы уже поправить Потому что Одно-два поражения И все Шансов не будет никаких Ну на самом деле Я когда взглянул На турнирную таблицу Мы На прошлую Точнее Помните когда Еще не было разделения Золото-серебряное Вот Барс Д Мы пришли вверху Тут я смотрю Мы вообще Внизу думаю Как Как вот так Происходит Но это вот Так вот мы набрали очки Сразу Набрали народ В основу И Спустили людей в дубль И пошли вверх Потихонечку Ну Не совсем У нас Скорее тут Ситуация из-за того что Первая команда Начала набирать Игроков И поэтому В ущерб дублю То есть У кого не хватает Мы спускаем в дубль Кстати Лев ты говорил о том Что мы В первом туре Как раз с вами Привезли много Сосновых игроков Хотя бы Как мне сказали Нет Мне так сказали Но я просто не Я не знаю кто у вас В основе кто в дубле Просто сказали что были Но в любом случае Это 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 не было сказано Как оправдание Как Иванов Кстати Он и сделал По сути результат Нападающий Помнишь Такой Габаритный Он забивал Да Да Вот Его Он Играет Играет Говорил о том Что Вроде бы Шли сезон Ты весь хорошо А потом Раз и мы внизу Играет 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 А Играет Игра Играет сайте да например такую короткую новость ну вот как-то в какую-то выбрать форму получение обратной связи по наиболее же вопросам хотя очевидно шаг вперед большой но тут со спортивной точки зрения конечно да здорово но вопрос вот инфраструктуры до лужники это такое место где просто так ничего сделать нельзя да это надо тоже понимать если тот проект который он есть на мотеке дак он будет до реализован тогда это будет действительно очень круто это будет все будет очень-очень довольны но ты сам понимаешь на москва не сразу строилась тем более экстренно надо было переезжать и даже из того что мы переехали я считаю мы относительно неплохо у дмитрий шов в своем интервью даже про восток сказал ведь там играет просто по полю там нет разметок там нет бортов ну вообще практически ничего не оленя да там просто играют и все понимаешь у нас то хоть как-то это все так приобрело симпатичный вид миша значит значит нужно вопросе медиа освещение этого вопроса нужно нужно добавить потому что даже даже вот был первый информационный бум такой переезд это план так далее какое-то время прошло начали команды сниматься команды стали уходить да мы знаем уже там но какое-то количество опять же может быть есть возможность удержать хотя бы дать понимание командам что работа ведется ребята вот потерпите там осталось все может быть вот как-то так но подумайте но мне кажется что немножко обратной связи добавить бы не мешало еще чуть добавить ну будем работать собственно такие организационные моменты непосредственно про футбол лёв но последний матч поражение от классика 24 вот наверняка смотрел матч пересматривал да что скажешь по данной игре скажу что была хорошая очень добротная игра к сожалению тем более с учетом новых полей они все-таки пошире тех которые были населения и хоть и ширина добавилась метров там сколько два три четыре может быть да но это чувствуется два на два метра шире но это все равно чувствуется что как-то и бегать не как будто больше стало и физики требуется по воле и если на полях невозможно было там без замен с одной замины играть то тут эта задача она обостряется но в этом умудряйте все равно внутреннему ощущения и более подгоним и дети уши это не волнует чья это в вина как говорит знакомы проблемы дети шрика него начать так вина наш говорит знакомы проблемы действие шрика него начать так видно наши ритм знакомы проблемы индийцев bank а наша вина потому классику понравилось мне показалось что он немножко даже прибавили потому что последний мастер сложился попроще тут они как то и интересно комбинировали двигали фиск неплохо чувствую заменки в них были но Ну это вопрос как раз поля, потому что классика как раз помоложе, команда помоложе, им пространство как раз помогает. При том, что я согласен с тобой, что классика играющая. Они пошли вниз в визионе. Они играли. Сколько смотри, матчи. Они играют. Может быть, играл хорошо. Переиграли по футбольному. Наверное, единичные команды в Москве могут переиграли по футбольному. Как-то, наверное, единичные команды в Москве могут переиграть по футбольному. Как-то, наверное, единичные команды в Москве могут переиграть по футбольному. Но во втором тайме, там уже психология сыграла, Атлантис все равно переломил то, что классика показала. Какой футбол. То есть, комбинационный именно. И просто катали там Атлантис. Выигрывали, по-моему, плюс два к перерыву. Да, у них в этом плане хорошо игра поставлена. Плюс необходимо в плане, например, 10 часов. Ну, атакующий. Но уехали. Все мы по гол-плитпад делали. Поэтому, конечно, да, у нас хуба с нами он приедет. Но когда это то есть. Поэтому, конечно, да, у нас есть нехватка таких игроков. Но работаем, работаем, ищем. Ну, пять, шесть, шесть человек, семь чуть ли, да, ушло у вас? Да, да. Но и взяли мы на их место других. Пока они еще не вжились как следует. Но рассчитываем на это. Ну, у вас, да, дружеские отношения с Сергеем Владимировичем Теблецом и с Феникса 9 в 99-м. То есть, как раз он, во-первых, пришел к вам, как его дебют. Шикарный. Шикарный? Да, мне очень понравилось. Во-первых, Сергею большое спасибо за то, что он помог игроками. Действительно, вот уже был какой-то критичный момент. Я понимал, что со старой обоймой тяжело. Но как-то все уже там семейные, все с другими заботами. А часть ребят она уехала пока еще. И вот как-то надо искать уже, вот делать какой-то новый шаг. Поэтому, в том числе, эти потери я связываю с тем, что нам пора. Я думаю, я чуть-чуть не уловил момент, когда надо было уже... Менять, да? Ну, уже делать качественный шаг вперед. Все, старое в прошлое в прошлом и двигаться вперед. Чуть-чуть я этот момент упустил, мне кажется. Но, тем не менее, сейчас пытаюсь наверстать. И Сергею большое спасибо. Он предоставил 6 игроков и, более того, сам перешел. А вратарская позиция у нас была одна из самых проблемных. Угу. И сегодня. Ну, он провел первый матч. Во-первых, в защитнике отметили, появился вратарь с голосом. А мы все знаем, что... Да, 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 да. Товарищ с голосом. Да. И причем все корректно, с подсказом, все как надо. То есть, совсем другое дело. Ну, и плюс, понятное дело, что там те ребята, которые будут приезжать от Феникса, знают, что там... Уфуководители в воротах, конечно, не забыл. Поэтому вот в этом есть интересный, я считаю, селекционный момент. Очень удачный, я считаю, потенциально. Но вот надо, надо... Времени на раскачку нету. Ну, да, уже надо. Потому что очки теряются. И надо уже вот их прямо сейчас брать. Но, я думаю, еще буквально, может быть, одна-две игры, и мы должны уже свою посту найти. Найти, найти. Ну, а просто поле я тоже буду отмечать. Потому что все мы играем, к нему тоже нужно адаптироваться. Вот неделю не играли, и у меня вот ощущение, как будто бы уже и не играл я несколько матчей до этого. Как будто и заново приходится привыкать, на самом деле. Есть такой момент. Лёб, давай про другие матчи тоже поговорим. У нас есть видео, например, «Пахта-Цемент». Достаточно неплохая встреча была. «Пахта» здесь обыгралась со счетом 9-4. «Цемент», ну, относительно они недалеко друг от друга находятся. Что скажешь про «Пахту» и про «Цемент»? Я считаю, что «Пахта» потенциально один из главных претендентов. Что, в принципе, отражается и в турнирной таблице. В целом, очень организованная команда. Хорошо сбалансированная. Это еще отметил по тому сезону. Мы с ними сыграли. Мы их, кстати, выиграли тогда 5-3. Но я понимал, что это была очень сложная игра. Я уверен, что они будут в первой тройке, но без шансов. «Они», «Новая Москва» и третья команда «Литуаль» или «Успенка». «Пахта», очевидно, один из фаворитов, да, «Уни»? Да, главный фактически уже команды первой лиги. «Цемент» пока трудно мне сказать, кроме как анализа статистики и каких-то видеозаписей. Нам еще предстоит сыграть. Хорошо, что нам предстоит сыграть. Потому что, может быть, и хорошо, что те очки, которые мы потеряли, мы потеряли в матчах с аутсайдерами, как бы это звучало. Но, по крайней мере, вот эти матчи за 6 очков, они нас ждут еще впереди. Это и «Цемент», это и «Пахта», и «Новая Москва», «Литуаль» и все остальные. Но, в целом, «Пахта», я считаю, закономерная победа. Не с таким разгромным счетом, конечно, но что сильнее туда. «Пахта» же играла в летнем кубке и проиграла в полуфинале. Профутбол. Мы обе на профутболе спутнулись. Профутбол по всем прошел. И ты тоже, кстати, со своей командой в финале. По финале и после, Макс, в финале. Все мы на них скоты. Знаете, ты, кстати, разобрался в той ситуации с вратарем? Да, что разбираться-то. Мы просто уже отпраздновали победу в летнем кубке на районе. И нормально, да, медали есть. Так что чего поднимать бучу. По игре проиграли. Поэтому шутить на себя тут надо. Еще поговорим о тех матчах, где у нас есть видео. Например, «Аверс Медик». Медик всегда идет вверху. Здесь победа Медика со счетом 5-2. Медик всегда идет, повторюсь, вверху турниной таблицы. Мы это знаем. Но, опять же, тоже скачками так. Медик играет, то может прямо вот идти хорошо-хорошо. Но в какой-то момент может и подсдать. Пусть пять пар, потом опять хорошо. Да, да, да. Что скажешь? Медик в целом, а отмечу команда с историей. Я вообще с восхищением отношусь к коллективам, которые сохраняют свою жизнеспособность, играют на протяжении большого количества лет. Медик одна из таких команд. И находить по прошествии времени новые ресурсы, формировать новый состав, навязывать конкуренцию, двигаться вперед. Да, и быть вверху всегда. Независимо от текущих результатов, поражений и побед в конкретных матчах, независимо от этого, конечно, это очень достойно. Поэтому и Медик, но смогут ли они навязать борьбу, по идее, должны, но желающих в первую в шестерку попасть. Тем более, там же надо учитывать, что дубль не выходит. Поэтому тоже надо обращать на это внимание. С Аверсом тоже вроде бы 18 место, но сейчас по сути нет такого, что явный аутсайдер. Потому что слияние групп, она только фактически по очкам. Команда идет внизу, но по игре она может быть лучше. Потому что Аверс тоже сейчас прибавил летний кубок, несмотря на то, что мы тоже с ними встречались уже в плей-офф, круг нам обыграли. Но в принципе команда может собраться и дать бой всем. Но в этой игре не получилось. Но Медик за счет опыта, за счет класса… Кстати, Миша, к разговору. Продолжаю твою мысль, что нет сегодня команд явно слабее других за счет слияния двух групп. В этом же тоже может быть очень хорошая идея. Это правда на потом. Но у нас сегодня самая конкурентоспособная лига это какая? Дивизион точнее. Это первый дивизион. Да, согласен. Самый интересный, самый насыщенный, в целом самый. Ну да. Потому что нет, очевидно, слабых команд, очевидных лидеров и так далее. В примерке не удалось этого достигнуть. Точнее, это упущено было, я бы сказал, в результате различных там преобразований. Для второй лиги, я считаю, в следующем году бы не нужны две лиги вторые. Два дивизиона. Но вот это распыление происходит. Я считаю, должна быть одна сильная первая лига, одна сильная вторая лига, чтобы команды были готовы к выходу на уровень выше. То есть, чтобы они свое сито вот это прошли. Вот этих битв. Как мы сейчас золотую группу проходим. По большому счету там же каждая схватка за... Ну, то есть ты хочешь вот так, чтобы была вторая лига и подготовлены выходили уже. Да. Пусть будут две трети. Вот такие варианты. Ну, как бы продолжаю твою мысль, что все-таки гораздо интереснее, когда дивизионы очень конкурентно способны. Ну, согласен, конечно. Невозможно добиться этого на всех уровнях. Понятно, что та же там третья лига за счет большого количества пассажирных команд, которые выходят, уходят, там снимаются. Там такой стабильности не будет. Но почему этого не достигнут в следующем году во второй линии? Подумайте об этом. Ну, есть, да. Кстати, на заметку, на заметку, команда может быть первой десятки. Медик Шамиль Сидиков неоднократно говорил, что они не будут бороться за призовые места, но в первую лигу не пойдут. Поэтому у нас еще с учетом, что дубли тоже не выходят, то тут можно даже не с шестерки выйти в первую визиону, а даже с девятки, да. Так что надо до конца, до последних туров бороться и нас подбадривать, да? Да, да. И в том числе и вас, да. Одна из сенсаций, которая, на мой взгляд, произошла в золотой группе, это Бордино победил Литуаль с отсчетом 3-1. Как отнеслись к этому результату? Наверное, все-таки Литуаль был фаворитом. Сергей Змычков написал в своем инстаграме, что учитывая возраст команды, да, невозможно выигрывать все матчи. Литуаль выдала просто ошеломительную победную серию, да. И вот где-то в последних матчах уже проследовал, что натужно давались победы с трудом, действительно, да. И где-то было на тонкого. И вот где-то это сыграло. Бордино набрал хороший ход. С Романом Саркисяном, да. И когда Роман Саркисян, он сейчас находится в хорошей форме. Я написал в чате, Лева говорит, а ты, говорит, хвалишь Романа, ему сколько? Ему 30 лет нету. А ты так пишешь, как будто ему уже далеко за 40. Он и должен быть в порядке. Ну вот с таким наконечником, да, там еще парень, кстати, из Литуали перешел в Орос Саркисян и в своей бывшей команде тоже заложил. Вот. Так что здесь так вот совпали звезды, что Бордино набрал ход, Рома в огне сейчас в отличной форме находится. И Литуаль вот где-то уже немножко силенок не хватает, чтобы вот держать вот эту вот победную посту. Да. Согласен. Но здорово, что Сергей не, так сказать, это самое, не ссоры из збы не выносит, да, и никаких истерик не устраивает. Он считает, что это нормально и говорит, идем дальше. То есть, как бы все, все под контроль. Вот стабильно. Медик, да, где-то без руганий, без склоп. Играл еще в высшей лиге, в вышке он, причем играл нападающего, насколько я помню, да, когда Литуаль даже, по-моему, восьмое место они занимали в вышке. Вот. Сейчас уже, так сказать, он возрастной, опытный, играет последнего защитника. Но бывает частенько, там, ну, может быть, какие-то травмы, повреждения. Иногда вот. Иногда с бровки. Снимает все время, значит, на телефон. И когда ловит гол команды, вот, то есть, он не весь матч снимает, как Макарена это делает, а снимает, отдельные включения делает, да. И когда забивает гол, он кричит, у него есть такая фишка, что... Я заснял, пацаны! Давай, давай! Я заснял, пацаны! Ну, это очень, так сказать, ярко и эмоционально и здорово. Еще пару матчей, давайте поговорим, вот заинтересовал такой результат Скиф Макарена, если судить по турнирной таблице, да, Макарена 6 и Скиф 13, Скиф 4-1 обыгрывает Макарена, вот как можете прокомментировать такие результаты? Скиф вообще сейчас в порядке, да, они же, вот сейчас надо посмотреть, еще ряд побед одержали. Я знаю, что вот меня удивляет, со Скифом, помню даже по прошлому сезону, хорошая, добротная команда, тяжело играли с ними, тяжело, там выигрывали, может, в концовках, там на последних минутах, но они все время идут внизу, вот не могу понять почему, но команда симпатичная. Не хватает, у них же опять-таки стабильности, из-за, там, порой неярки. Бывает то, что чтенько, там, без замен приезжают, но когда Скиф в сборе, да, ну, а, кстати, еще здоровье их, их руководителю, да, играющему, Валерию Драгуну, вот, он операцию недавно сделал, сейчас восстанавливается после крестов, уже, кстати, крутый велосипед, уже занимается, вот, Валерия здоровья, скорейшего выздоровления, может быть, и где-то немножко с этим связано, да, но, вообще, когда Скиф в сборе, это очень крепкая команда, вот мы, у нас тогда Кекс сказал, что вот есть арсенал, да, крабы корявые в первой лиге, вот я бы сказал, что это вот крабы второго дивизиона, мы тоже атлетикой, сколько с ними не играли, все вот, либо проигрываем, либо, либо вот еле-еле натужно как-то, вот 3-2, там, что-то такое, вот 2-1, они много не пропускают, вот, то есть Скиф – это такая очень терпеливая, такая вот скрупулезная команда, которая обороняется, бьется, и в итоге сейчас много очков набирает, вот, кстати, вот, если мы посмотрим, да, они обыграли еще и до Макарена, выиграли, например, вот у Алании, да, с Киев 6-4, да, с Медиком 1-1 сыграли, да, с Лидером, Кунцева 98 проиграли 2-3, то есть вот такие вот результаты, если кубок западной лиги отбрасываем, к нему некоторые относятся, так, значит, с прохладцей, видимо из Киев, но вот в чемпионате такие результаты, так что я думаю, что это не сенсация, а такая даже вполне себе закономерность. Ну, опять же, возвращаясь к главной проблеме и главной темы, наверное, всех команд, большинства команд, в целом-то на Западе собраны очень добротные команды, но вот отсутствие стабильности, которая присуща большинству команд и сказывается, так-то у нас на уровне 2-го дивизиона нету, очевидно, заведомо слабой команды, играя с которой ты знаешь, что ты обыграешь дубовский. Железные 3 очка, да. Не говоря уже о том, что разгромишь ее, но хотя бы что-то точно ее обыграешь. Все вот эти матчи, которые мы сейчас анализируем, вот там в подтвержении, Литуаль, наверное, рассчитывали на 3 очка, там Макарайна рассчитывала на 3 очка, выходит неначе. Стабильность? Вопрос стабильности. Нужен сбор. А Литуаль, мы отмечали, приезжает, значит, на минивэне всей командой, а накануне хорошенько выпивает. Никто не может сесть за руль и все, вот тебе сбор, пожалуйста. Вот как на заметку. Хитрость, хитрость, хитрость такая. Это, Сережа, да, вот видите, как мудро. Ну вот, друзья, стоит ли обсуждать дубли, например, Успенская, там, Барс, Атлетика, да, которые разные цели преследуют, Макс, вот, Успенская, ну, наверное, выиграет, скорее всего, да, золотую группу? Ифа. Мне кажется, нет. Думаете? Мне кажется, нет. Мне кажется, задачи, как таковой у них, наверное, и не стоит такая. И по игре я бы не сказал, ну, конечно, да, у них есть ресурс в виде возможности привлекать игроков основы, но так-то, если брать состав, который наиболее часто играет во второй лиге, я бы не сказал, что они должны быть на первом месте. Скорее, заслуженно. Новая Москва, как заняла первое место по итогам прошлого сезона. Тут они по своим причинам сами, как говорится, виноваты, что к началу оказались не готовы, но по-хорошему, я считаю, что наиболее сбалансированные две команды – это Новая Москва и Пахта. Ну, вот, кстати, Новая Москва, она же, в принципе, набирает очки. Набирает, да. И идет вверху, по сути. Я скорее вспоминаю… Одна победа, и они за трещину от мифа получили и стали выигрывать. Да, 9-0, когда они… А 9-1, да. Или 9-1, да, когда им прилетело, конечно. Но, не считая этот матч, я считаю, что они как шли на первом, так и удерживаются на первом месте. Интересно. Если не расслабятся, а когда поймут, что уже однозначно выходит в первую либу. Макс, ты про дубы, каратенечко, что скажешь? Про дубы Успенского? Нет, про свой дубы. У нас, дело в том, что после летнего кубка, на летнем кубке сломалось три человека, и после этого мы в каждой игре чемпионата теряли по два человека. И смех такой, что к Внуковому подходит, что у нас все полевые игроки травмированы. Не травмированы только два враталя. Ну, в разной степени, понятно, кто-то тяжело, кто-то полегче. Поэтому у нас сейчас спад, три поражения подряд. Думаем, как собрать на Внукова. Ну, соберем, конечно, но будем такие подломанные играть. А по дубе Узбекского я хотел сказать, что могут они выиграть золотую группу, на мой взгляд, если не отвалятся от лидирующих позиций. Вот если им в последнем туре надо будет выиграть, то они вывозят, они подтянут. А если отвалятся, то и особо играться не будут. Там у них Рамжаев, в смысле, не Рамжаев, о господи, этот вратарь вылетел... Васин? Нет, нет, основного вратаря у Спецкого. Рахмайко. Да, выиграет в нападении, там лучший бомбардир забивает в каждом матче, да. Ну и все равно игроки волей-неволей, кто-то не мог на основу попасть. Да, да, да. То есть Агаев играл сам. Кстати, Саслан Джанаев тоже играл. Гатагов. Фу, я Жанаев перепутал. Саслан Гатагов, конечно, да. Жанаев вратарь. Сочи, Сочи, Сочи. Как раз Лева приезжает, Лева за дубль идет. Саслан Гатагов даже голевую передачу я видел, отдал за дубль, очень красивую сделал. Да, вот если надо будет, то выиграет. А если я думаю, что нет, все-таки или Новая Москва, Лева на Новую Москва ставит, я на пахту поставлю. Кстати, продолжая тему дублей, в группе мы как-то в чате обсуждали какие-то возможные нововведения, изменения к следующему сезону. Я не помню кто уже, но предложил очень здравую мысль, чтобы в один уикенд одни и те же игроки не могли играть и за основу, и за дубль. Потому что все-таки, вот видишь, ты Макс правильно отметил, если нужно будет, Успенко выиграет. Они подвезут. Ну если золотые медали будут на кону стоять, последний тур выигрываешь, все, золото привезут. Да, и они привезут. Ведь по большому счету в этом тоже есть своя несправедливость, что на конкретный какой-то матч могут приехать игроки основы обыграть команду, которая получается минус 3 очка получит. А на другой матч Успенко привезет обычный состав и другой соперник получит 3 очка. В этом месте свое определенная несправедливость есть. Да, это право команды имеющей дубль. Вроде бы как они за рамки регламента не выходят. Значит надо поменять регламент. И вот эта идея о том, что игрок основы и дубля не может в один уикенд играть за обе команды, это очень здравая идея. Она более сбалансированным и добавит больше спортивной составляющей, более справедливой составляющей. Это к разговору о возможных изменениях к следующему году. Ну тоже верно. Я по своему дублю скажу, что у нас в связи с изменениями в первой команде пришлось некоторых ребят отцепить от дубля. И соответственно у меня сейчас нет такой вариативности в дубле, где я могу творить, что называется. Немножко я придерживаюсь вектора первой команды в том плане, что если кому-то не хватает практики или кто-то мне нужен, то мне спускают с первой команды. Но я просто к чему? Я хотел бы подняться повыше, если честно, тоже мне интересно, но я на следующий год, возможно, хочу предложить, чтобы у нас была отдельная команда, то есть не дубль. Барси-2. Ну да, чтобы была отдельная заявка и так далее. Но здесь тоже надо обсуждать с руководителем и за ним будет последнее решение, за Дмитрием Смирновым. Но в принципе, да, потому что интересно, мне хочется попробовать за выход побороться и именно выйти. Да, это интересно. Тем более если Барс, уже кстати все записывают Барс чемпиона, да, мы сегодня про вторую лигу говорим, но тем не менее, да, если Барс поднимется, то будет стимул второй команде подняться в первую дивизион. Вот я хотел спросить, ты говоришь, спускают, а вот как люди к этому относятся, нервного напряжения нет в связи со спусканием? Да нет, особо нету, тем более многие, кто работают, например, тоже в ФЛ, да, есть, что называется, приказ, да, надо помочь. Плюс человек понимает, что, например, не хватает практики еще что-то, как-то стараемся обосновать, зачем, почему. В принципе, и недовольных нет, поэтому приезжаю все. Мы могли вас поддерживать. Ну, стараемся, да, поддерживать. Ну, всякое, конечно, бывает, но в целом адекватности все относятся с пониманием. У меня вот еще одна команда, которая интересует, а наверху идет Кунцев 98. Мы как-то вот мимо их прошли сейчас, но, наверное, календарь у них сейчас такой более-менее симпатичный, но команда Дмитрия Калинина, во-первых, играет, тренируется, то есть, это тоже опасный очень такой соперник, который притаился, на самом деле. Я бы вот даже на Кунцев 98 попробовал бы, рискнул поставить. Короче, я ставлю на новую Москву, марс на пахту. Да, да, ну давайте, да, да. Какой-нибудь парик будем заключать? Ну, давайте, да, заключим, а почему нет, собственно… На пиво? Ну да, на холодненькое, ну там что-нибудь холодненькое, давайте так, а здесь уже по желанию. Ну, Кунцев 98, если и не в этом году, то в следующем это непременно, ну, хотя в первой лиге, конечно, посложнее будет, но у них команда, у которой все впереди, у нас мы, когда выходили на матч против них, да, мы смеялись, что против нас вышли игроки, когда они родились, Атлетико уже 6 лет играл в ЛФЛ, то есть, то есть просто там в сыновья годятся многие ребята, там, в 2004 году очень много ребят, да, в сыновья годятся, и даже у нас есть игрок Березенкин Олег Вячеславович, 52-х лет, ему они годятся во внуки. Олег Вячеславович проиграли, так что вот все впереди, конечно. Не играл очень для Калинина. Не могу ничего сказать. Давайте посмотрим на турнирную таблицу, сейчас она перед глазами у зрителей, в принципе, все достаточно плотно. – Да, очень, очень, и шансы у первых, как минимум, 12 команд точно имеются, но вся рубка еще впереди, хотя матчи все меньше и меньше. Каждый следующий матч, каждое очко новее золото. – Ну, конечно, все может меняться. По календарю, наверное, отметим Макарену Пахту. Макарена так ставит, чтобы Пахта, наверное, не проснулась. 8.50 – такое сумасшедшее время. – Черпеть не могут такие команды, которые ставят в то время. 8.50 – в воскресенье. – Нет, есть еще вариантик 21.40, мы вот атлетикой ставим. – Алёв, наши команды с тобой играют. Кунцево-98, Новая Москва. Вот как раз для Кунцево настоящая проверка будет, чего действительно стоит. Классика Бородино тоже. – Точно, хорошо будет плотно. – Да, точно. – Есть на что посмотреть. Поэтому, собственно, ожидают интересные выходные. Бомбардиры у нас Никита Сверидов на первом месте. 8. Иванов Сергей, кстати, Барсде. 8. Давид Рассоян Кунцево-98 тоже 8. Дмитрий Майданюк, классика 6. Лёв, ну ты на пятом, собственно, замыкаешь этот Старас Тарасовым. 6,5 баллов соответственно. Есть последний вопрос к тебе. Есть желание выиграть бомбардирскую гонку? Или сейчас все на команду исключительно? – Ну, конечно, в первую очередь желание по итогам этого сезона уже выйти и играть хочется в первой лиге. Хочется все-таки там, где посерьезнее и посильнее. Хотя золотая группа очень конкурентна. Но тем не менее хочется решить в первую очередь команду задачи. Но что касается личных, ну, конечно, они всегда стоят, такие задачи. Но никак какая-то конкретная цель, без достижения которой результат будет, итоги сезона будет неудачный. Нет. Вопрос просто в том, что если уж выходишь играть, то стараться и… Просто это и моя задача. Если я не буду забивать, как нападающий, то решение основных задач командных, оно не будет достигаться. – Логично. – То есть, конечно, мне нужно забивать. Чем больше, тем лучше. Конечно, приятнее выигрывать. В том году у нас с Ромой, да, с Аркисяном, ноздря в ноздрю до последних туров было. И, конечно, такие победы, они вдвойне приятнее. Поэтому, да, конечно, хочется и побеждать. Но в первую очередь, чтобы команда находилась там, где хочется ее видеть. – Лев, спасибо, что сегодня пришел к нам в студию. Мы давайте пожмем руки за пари. – Да, это правильно. – Разбивает. – Посмотрим, будет интересно. Лев, мы желаем тебе и Алане вернуться в тот ритм, который у вас был, который ты хочешь. Ну и увидимся на полях LFL, но мы поговорим о серебре. – Да, спасибо, ребят. Макс, спасибо. Миша, спасибо. Смотрите все как на дуле. После небольшой передышки мы вновь в студии. Сейчас к нам присоединяется нападающий футбольного клуба «Тирас» Ростислав Гузун. И мы поговорим о втором дивизионе группы «Серебро». Ростислав, добрый вечер. – Добрый вечер. – Добрый вечер. – Как добрался в этот московский вечер четверга? – Хорошо, без проблем. Быстренько. – Вообще, такая фишка нашей сегодняшней передачи. К нам приходят гости, чьи команды проиграли в эти выходные. Ты знаешь, твоя команда «Тирас» проиграла «Партизану» со счетом 2-0. Хотя идете, вы считались фаворитами, вы идете вверху. Как так? Рассказывай. – Ну, как бы, для начала, по правде говоря, сказать, вратарь не приехал. Как считается, это пол-команды. Вратарь нас постоянно выручает. И наш, как бы, в последнее время Николай Рудак. У нас, это, мост команды. Играл в центрополе. Он забивает и раздает, как бы, человек опытный. С понятиями прошел в школу футбола. Они отсутствовали. Может, где-то и по этому повлияло. Хотя, по игре, не сказать, мы играли. Контролировали мяч, игру. Мы где-то не реализовали моменты свои. Ну, как говорится, в футболе наказали. Футбольные правила. Не забираешь, не забираешь себе. – Как тебе «Партизан»? – Хорошая, хорошая, добротная команда. Тоже, как бы, она упиралась. Ну, как бы, игра была на любительском уровне на встречных курсах. На встречных курсах. Они тоже атаковали, не отсиживались. Но во втором тайме нас, ну, нашли, с вами, и реализовали. Вратаря не было. Я сам стоял в воротах против. Пришлось стоять в воротах. Даже это получил где-то в борьбе с нападающими. – На угловом? Саша Лысенко говорит, что на футболе… – Да, да, да. Воктём неудачно. Даже не почувствовал после игры. Вот так вот. На следующий день. – Боевая игра была. – Да, да, да. Никто не хотел никому уступать. – Знаешь, что иногда бывает, когда смотришь в турнирную таблицу, и ты лидер, а играешь в команды, которые находятся внизу. И психология где-то играет, что, во-первых, можно чуть недонастроиться, а можно, например, подумать и не приезжать, допустим. С этим, так скажем, позывом некоторые не доехали. Ну, возможность пропустить кто-то. – Я думаю, что если бы играли с первым местом, наверное, все бы приехали бы. – Да, я понял, о чем речь. Да нет, я не думаю. У нас как бы все стараются приезжать на игру, как бы приехать поиграть и встретиться в выходные. – В выходные, как бы нет. Там все, я думаю, остались со всеми семьями, скорее всего. Поэтому не подъехало там два-три человека. – Расстроились? – Ну, конечно, всегда хочется побеждать. Тем более, как бы, как вы говорите, мы идем там вверху турниры таблицы, да, и хотелось бы, ну, побороться. – Ну, в том, что ведь могли же стать единоличными лидерами. – Да, если честно, ты сегодня только обратил внимание, прочитал, что первая команда, по-моему, снялась. – Да, Рубикон. – Не выдержал лидерство, видимо. – Да, и это, ну, это, как бы, не будем это расстраиваться, а будем это тоже сыграться на следующие игры. – Ну, кстати говоря, вы в эти выходные еще играли Кубок Запада и обыграли, так на секундочку, не в эти, вы раньше играли еще. – Да, пару недель назад. – Пару недель, да, прошу прощения. Обыграли, между прочим, представители первой дивизионного Батукина. – Да, была, кстати, такая бескомпромиссная игра, они очень быстро открыли счет, и, как бы, даже это, 2-0 же, наверное, на 50-й провели, и у нас еще удаление произошло. – Ага. – При счете 2-0, это, по-моему, если я не ошибаюсь, в большинстве, по-моему, отыгрываем один гол, 2-1 первый тайм заканчивается, да, и во втором тайме при счете 2-1 происходит у них удаление. Ну, у них минус один, и мы успеваем за эти десять минут это, и на футболном сленге 3 насыпать. И они там уже подъезжали в атаку, попали. – Ну, дальше у вас сложнее, дальше у вас турбина в Кубке Запада. Вот какая может быть цель, может быть, желание просто показать себя, поиграть, или все-таки хотелось бы пройти представители первой дивизиона, причем очень крепкого соперника? – Ну, да, ну, всегда, мы выходим всегда, это бороться до конца, там, как, будем настраиваться, по крайней мере, постараемся собрать это максимально, это, ну, максимально сильный состав, чтобы все ребята приехали, если получится, ну, и постараемся дать это бой, по крайней мере, не просто выйти на поле и спустя рукава. – Смотри, последний матч, когда вы проводили до пандемии, был аж в марте, 15 марта проиграли Внукова Юнайтед. Вот как оценишь сейчас старт после вот этого перерыва? Вроде бы обыграли Ватутина, но проиграли Партизан. С одной стороны, получается, команда-то может играть хорошо и давать результат? Или все-все-таки от сбора у вас многое зависит? – Ну, как бы, ну, не хотелось бы прям, как, то, что у нас не было двух, ну, как, позиций, ну, как, может быть, выбило, но не хотелось бы на этом тоже акцентировать, но это как у нас были свои моменты, мы не реализовали, и нас наказали, как бы это футбол. Так, ну, как мы и этим составом должны были обыгрывать Партизан. Ну, это мое субъективное мнение. А, ну, так произошло, вот такое бывает в футболе. Ну, где-то, где-то, как, ну, и, это, конечно, ребят не хватало, это сто процентов, вратаря и публика Николая. – В прошлом туре, кстати, вы Можак обыграли со счетом на 4-2, тоже, вот, вратарь был? Все были у вас? – Вратарь в прошлой игре тоже не был, да. У нас полевой игрок, у нас два матча подряд, вот, вратарь отсутствует, я вот, кстати, я спрашивал, кто-то сказал, что он травму, ну, я так и не понял в этом саду. – Другой уже, не ты, да, играл? – Я играл другой, да. – А вы как, жребий тянете, кто в вратарь? – Ну, мы, вот, когда вратаря нет, либо он, либо я становимся в вратарь. – По очереди, да? – Да. – Ага. – И он говорит, давай, это вратарь встанет в вратарь. – Встал. – Встал. – Может быть, чувствовал, что хук полетит. – Да, да. – Чувствовал. – Больше не стоит. – Лучше пускай вратарь приезжает на поле. – Ну, согласен, конечно. – Конечно. – Потому что, когда вратарь есть, уже что делать. – Были еще матчи интересные в эти выходные непосредственно в вашем дивизионе. Вот, например, ну, как Адреналин взял, конечно, дежурные очки с Олимпиком. Встречались ли вы с ним в этом сезоне? – Адреналин. – По-моему, если я не ошибаюсь, то, как там, получается, в первом круге, по-моему, играли, но я не помню. – Это ваш главный, по сути, фаворит. Вот, Макс, команда обыграла Олимпик. Вот, что происходит с Олимпиком? Даже больше интересно. Как ты думаешь, да? Почему вновь внизу? – Наш первый и второй западный чемпион сейчас успокоил амбиции. Уже давно Андрей Чебутарев и Василий Тищенко сказали, что им сейчас ценно собираться своим коллективом, играть в футбол без каких-то там амбиций, суперзадач. Просто вот, чтобы команда Олимпик продолжала существовать, продолжала играть, а результат уже, ну, то есть, острый не стоит во главе угла. Хотя, конечно, и там я вот смотрел, кстати, игру Олимпика с Викторией. Они проиграли 3-7, вот, но там мальчишка у них хитрик сделал. В принципе, обновляют они потихонечку, то есть, подтягивают, но такой вот прям горячки, как вот горячность, как раньше было, да, там, когда еще в первом дивизионе играл, да, и во второй там, так сказать, цеплялся, даже, по-моему, выходил из третьего во вторую либо. Таких уже амбиций, ну, нет, конечно, да. Ну, понятно, что и Андрею и Василий уже там за 40, да, и сейчас, как бы, в приоритете просто играть в футбол для здоровья больше вот так. Поэтому здесь ничего такого критичного для Олимпика нет. Ну, и адреналин в свой дежурный взял. Да. Три очка. Вот, наверное, результат, который заставляет задуматься, это вновь Макарена, мы обсуждали вот их. В золотой группе Макарена Дубль проиграл Редзори 3-8. Вот как вот. Ну, Богдан Петыш, собственно говоря, там вот есть у нас нарезка, да, я так понимаю, что там очень красивые галы сбивает лидер Редзори. И Макарена, да. Ну, Макарена сейчас общий спад какой-то. И основа, и Дубль проигрывают. Тараса лица не было, да. Помнишь кого-то из двух этих коллективов? Редзори или Макарена? С Редзори, по-моему, мы не встречались, если не ошибаюсь. С Макарена мы играли, по-моему, с первой командой. Еще когда в группе? В группе, да. Которая была до распределения, да? Совершенно верно. Год назад еще, да, с Макарены проиграли 9-2, я смотрю. По области они, по-моему. Да, вот практически, да, 31 августа. Последний день лет. Да, у нас это было, да. У нас были там вообще... Фотографии на память. Попадосы очень крепкие такие. Мы не собирались там вообще там. Адреналины, кстати, проиграли 4-1. Я смотрю, вот 1 декабря зима была игра. У нас там кто-то даже словил, по-моему, 12-13. Вот такое даже было. Такое недоразумение у нас было. Кстати, по адреналину, хочу сказать, что команда укрепилась экс-игроками Ривьер. Помнишь такая Ривьер? Да, да, да. Команда была очень крепкая в первой линии. Миши Садогурский там, по-моему, да? Миши Садогурский, конечно, да. Вот эти ребята, братья, по-моему, Грачевы там играют. То есть, в принципе, банда-то крепенькая, поэтому они, наверное, лидируют во многом из-за этого. Интересно, интересно. Получается. Что еще, Макс, можно отметить? Про Родзор я сказал. Вот Богдан Петыш, ты правильно отметил. Четыре он завалил в этом матче. Макарени. Но несколько сезон назад его даже подписывал в Успенскую премьер-лигу. Вот играл он у меня в молодежной сборной Запада. Ну, понятно, что когда ты играешь во втором дивизии, ты можешь отгрузить четыре. Да. Но когда ты выходишь на самый высокий, да, то немножко, ну, мягко говоря, играть сложнее. Хотя, в целом, Петыш мне понравился, если честно. То есть, есть задача. Парень играл за Тульский Арсенал. За дубы. За молодежную команду, да. Играл во второй лиге. Так что там, да, очень-очень сильный мальчишка. Ну, вот, да, не всяко получается, да. Вы говорили про Романа Саркисяна в золотой группе. Рома тоже был опыт в высшей лиге. За космос, да, его подтягивать. Тоже ничего не получилось там. Вернулся в лигу ниже. Да. А Богдан Петыш, конечно, красивый очень мяч. Особенно мне понравился, где на дальнюю штангу ему дали, и он на паузе убрал вратаря и забил в ближнюю. Причем, по-моему, вратарь, кстати, играл основной. Галкипер Макаренок. Ну, Богдан, конечно, в порядке. Далее по турнирной таблице мы двигаемся. Да, вот Альтерон Сокол. Ну, хотелось бы отметить, вот верхушка. Потому что все рядышком, по сути, одна победа или одно поражение, и у нас уже все вверх дном. Получается, Альтерон в эти выходные обыграл своего соперника и поднялся на пятую строчку. Кегли. 5-1. Про дубли, Макс, мы разговаривали с Ливаном. Вопросы сбора. Кегли вообще испытывают проблемы. Кегли выиграли же. Кегли выиграли же. Два первенства выиграли. И, по-моему, взяли бронзу, да? Может быть, присытились уже победами. Кегли успокоились. Уже так чисто в охотку играют в удовольствие. И поэтому последние два сезона, я смотрю, у них, конечно, спад по результатам. Ну, команды уже эти тылованные, наверное, где-то подуспокоились уже немножко. Ну, как и «Сокол». У «Сокол» вообще, по-моему, не явка была. Да? Вот вопрос переезда, кстати. Как ты и твоя команда относится к переезду сейчас в Лужники в самую футбольную точку России? На секундочку. Кстати, это очень удобно. Ну, во-первых, мы ведь раньше играли в южной лиге. И для нас всегда была проблема там, ну, как играли. В Рапотне. В южной лиге мы играли на Зябликово. На Зябликово. Да, это как бы, ну, для всех логистически было удобно. И сейчас очень удобно было. Играли вот первый круг заседанный. Да, заседанный. И тоже, ну, как бы нормально. На Лужниках, да. И здесь, тем более, такая инфраструктура. Ну, это магия футбола, Лужники. И все очень приятно даже сюда приезжать. Ну, все ребята по команде это отмечают. Ну, вот, звал вопрос, да, там, сколько людей, столько и мне. Мы не разделились тоже, как бы сказать. Да, нет какого-то единоличного, что все хорошо или все плохо. Везде будут как довольны, как и не очень. Поэтому здесь все абсолютно логично. Вот команда это V-Side. Носит сюрприз. Ну, сейчас, наверное, тоже отмечишь эту команду. Это V-Side. Потому что вы тоже с ними играли. Игра сложилась очень тяжело. Там в один мяч вы выиграли. Да, совершенно верно. Вот что скажешь про V-Side? Потому что V-Side дубль. V-Side дубль. Вспомнишь ли эту игру? Расскажи. Да, я помню. Мы, по-моему, 3-2 или 2-1, да? 4-3, да. 4-3, да. 4-3, да. Да, вспомнил 4-3. У нас это, ну, качели были в игре постоянно. Если я не ошибаюсь, мы постоянно их догоняли. Потом в конце это, ну, не знаю. Ну, нам больше, видимо, повезло. Ну, хотел бы отметить соперника очень сильный, боевит. И, как бы, ну, может где-то они не заслуживали тоже поражения. Ну, вот Рома Зверев красавец, да? И тянет первый дивизион. И еще дубль тоже сюрпризы может преподносить. Но, то есть, ты считаешь добротно хорошая команда, да? V-Side. Однозначно. Вот они, кстати, 4-3 адреналин обыграли. Да. Там, кстати, у них два новичка. Воспитанники FSM 86-го, по-моему, года. Это Сергей Денисов, да? Не помнишь такого? В Литуале играл. Он еще давно и даже в Матлевке еще играл за команду Рубин. Такая была. В Литуале. То есть, он даже поиграл и в вышке. И еще защитник, по-моему, Кондратьев, да? Станислав. Они просто... Это друзья Димы Грутового. И они могли у нас в атлетике появиться в дубле. Ну, поскольку у нас народа было много на тот момент, то они решили вот туда, кроме Зверева, пойти. И, видишь, усилили, конечно, команду. Вот Денис уже четыре мяча забил за несколько матчей, которые провел за... Да, сколько у него? Вот я смотрю. Сергей Денисов. Четыре игры. Четыре плюс четыре. Вот, пожалуйста. А другой защитник. Вот. Вот. Видишь, Макс, плохо селекция у тебя работает? Ну, мы, так сказать, не унываем, не отчаемся. Варианты есть. Может, еще и перейдут. Посмотрим. Ну, вот сказали мы про плотность турнировой таблицы. Вот, смотрите, команда Айв, пожалуйста, идет на тринадцатом месте. Обыгрывает Альтерон. Восемь. На секундочку отгружает пятой команде. И семь форумов. Пятнадцать забитых мяча. Вот как так происходит? Как может так происходить, что тринадцатая команда обыграет пятую? По-английски я бы сказал Crazy League. Крэйзи Лиг. Крэйзи Лиг. Крэйзи Лиг. Крэйзи Лиг. Слав, какое у тебя будет объяснение такому? Ну, я считаю, что на каждой этапе, как бы, здесь, ну, как уровень, ну, не сильно отличается. Ну, я тут, как бы, там, вот, я даже не знаю, пускают, грубо говоря, даже с первой по двадцать четвертой. Угу. Тут нужно выпидеть это во все оружие. На каждую игру. Нужно настраиваться, как это, на самого сильного. Потому что, если видишь спустя рукава, то тебя сразу накажут. – Есть такое ощущение, что у нас… – Друг друга может любая команда обыграть. – Раньше были третьи дивизионы, четвертые. Сейчас вот так вот получилось, что у нас два вторых, да? – Есть золотая, серебряная. То есть, ниже нету. Но при этом, согласись, нету впечатления, что это какая-то слабая лига, да? То есть, допустим, какая команды, какие вот бывают, приходят, да, там, команды «Мыльные пузыри», ну, случалось такое и в том году, да, и в позапрошлом году, когда приходят, вот, просто школьники, да, ну, играть. И сразу же им отгружают, там, по десять, да, там, молод была команда, по-моему, да, еще и другие. И по десять, по пятнадцать отгружают. То есть, ты согласен, что вот просто так дворовой командой не заявишься, чтобы там еще конкурентно выглядеть, даже вот в серебряной группе? Есть такое? – Ну, я считаю, что это, ну, как, да, бывали такие команды попадаются, там, 10 отгружаются мячей, ну, там, если они каждый матч этот получают, ну, я не знаю, это бьет по самолюбе, это в первую очередь, я считаю, что, ну, не знаю, либо им нужно пересмотреть что-то, либо усилиться, либо вообще, не знаю, пускай мне никто не бежать, мне не заявляться, когда-то здесь. Мне бы стыдно было, вот, если я проиграл так вот каждый раз. – Ну, кто-то просто удовольствие получает, да, несмотря на счет. – Нет, я понимаю, да, это тоже, как бы, это… – Просто я к тому, что вот, например, в самом низу, да, находится Олимпиак, да, это команда – первый чемпион, вообще. – Конечно. – Да, и они второй сезон тоже чемпионат выиграли. Долго в первой лиге играли. Можайский, который тоже в первой дивизионе выступал, и там мог вообще любую команду обыграть. Там, особенно, когда у них темнокожие ребята приезжают, вообще, то есть, очень тяжело. – Да, да, да. – То есть, вот таких прям, вот, явно, аутсайдеры, да, вот, я вижу, там, Адастра Робунга, да, вот, команда – это новая, это новая, да. – Это новая, да, пока не будет. – Да, ну, вот те, которые давно играют, это, в принципе, такие крепкие орешки-то. Ну, вот, где-то у них есть проблемы свои, но… – Ну, вот, неделю назад выдалась такая неплохая игрушка, например, флагман 4, 6-4, флагман обыграл. – Да, 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 там ставки, чуть ли не ставки там уже принимались в чате, да. – Да, наш коллега… – Два коллеги наших. – Да, два… – На разных сторонах. – Да, да, да. – Значит, Николай Воров сначала вел 4-1, вот, казалось бы, да, о том, насколько ровная команда и как все может меняться. А потом Дима Башкин переиграл своего оппонента, и там команда 5, там, да, Макс отгрузила? – Да. – 5-4 выиграли. – Да, там за 10 минут и выиграли. – Комбейк такой сумасшедший, да, выдали. – За это и любят футбол, эти комбейки. – Да. – И в большом футбол так круто используют. – Да, ну, здесь действительно вернулись они в самом конце, да, и… А Коля как будто чувствовал, не ладно, и говорит, вот сейчас это самое, вы там нас уже в форум, как лидирующую команду, да, форум, ну, почему-то фаворитом считали форум, да, мы перед этим матчем, мы говорили, ну, вот там, сейчас обыграете. А вот Коля был насторожен, да, если помнишь, перед этой игрой. – Да, да, да. – Сейчас флагман на нас настроится и первую победу свою получит, да, и как чувствовал. – Ну, просто что касается флагмана, там тоже, помнишь, в какой падении было, да, ушли многие лидеры, ребята, и, по сути, заново строилась команда, но сейчас потихонечку вот возвращается вот этот футбольный кураж, футбольный вкус, и я думаю, что может, судя по тому, что «Партизан» обыгрывает верхушку турнирной таблицы, да, тот же флагман может тоже кого-то цепануть, как и форум, и «Можайский», да, если соберется. поэтому здесь вообще непредсказуемо все у нас. Давайте посмотрим турнирную таблицу. Ну, Рубикон снялся, то есть, по сути, Руслан, вы сейчас в двойке, в двойке находитесь, да, все очень рядышком. В общем, кого вот отметишь, кто вот конкурент, скажем, с вами за медали? Ну, вот я, если честно, просто как команды не помню, ну, по играм не помню, так я бы отметил бы, что еще все, ну, в деле пускай будет до, грубо говоря, с воссайдом, не возьмем. Ну, то есть, десятка, да? Да, да, может, сколько еще по играм остается, получается, играть? Ну, половину, по идее, точно должны еще. Да, это какой-то четвертый или пятый клуб. Да, и получается из двенадцати, да, еще восемь игр. Ну, много, много еще. Это двадцать четыре очка, то есть, это… И вот, как показывает это уже, ну, грубо говоря, на нашем примере, что может даже по турнирной таблице аутсайдер обыграть там с верхней таблицей команды. Сразу переходим в календарь этих выходных. У вас встреча против форума. Должна быть. Восемь пятьдесят. Вот Ливан Жиоев нам сказал, что не понимает тех, кто стоит в восемь пятьдесят, да еще и воскресенье. Вот почему у вас такое время? Кстати, я хотел, ну, заострить внимание, может, поэтому у нас просто вот два-три игрока у нас тренируют, ну, что это… Детей. Детей, да, совершенно верно. Калайру, да. Лотарь тоже тренирует. И вот они, может быть, по этим и причинам, и… Николай Рудак сто процентов, он по этой причине у нас была игра в субботу. Он где-то только после трех освобождается. И нам, как бы, не знаю, там, к организаторам нужно обращаться. Ну, если по возможности, чтобы стали где-то к пяти… после пяти… Семнадцать – нормально. Да, вот так. Ну, либо очень рано. Ну, либо… Не знаю, даже вот… Ну, я сегодня только увидел, что мы восемь пятьдесят, вот написал… И сам шо? Как бы, он группу… Как бы, я не видел до сих пор, чтобы он там писал… И вот, как бы, еще обычно мы описываемся… Да, я… Ну, как я удивился, я ему написал в восемь пятьдесят утра. Ну, как… Приходилось и восемь играть. Не, ну, понятное дело. Да. Не привыкает… Ну, что делать… Ну, вы знаете, что по регламенту, если вы хозяева, то вы можете сами выбирать день и время. А вот так я не знаю. По регламенту, вот, по нынешнему, когда хозяин матча, да, ставит и день, и время, поэтому у вас здесь есть вариант половину матча поставить, когда вам удобно. Тренин и средний матч. Переходим к бомбардирам Богдан Петыш. Ну, естественно, здесь на первом месте. Я думаю, что он и выиграет гонку бомбардиров. Вот такое вот нескромное предсказание, да, ставка, можно сказать. Александр Фокин, Айф – девять, второй. Тарас Тарасов – восемь. Макарайна – Д. Данила Асавкин – Вассайд – семь. Забит к мячу. Данила Смагин – Радзори – шесть. Вот такая пятерка у нас получается по ассистентам. Здесь Айф – Пеленицын – Кирилл – семь. Бахадим Назаров – Альтерон – семь. Радзори – Владимир Паешин – шесть. Степан Ушаков – Виктория – пять. Сергей Мисютин – Крылья – пять. Никого нету из Тиреса. Хотя Вы идете вверху. Почему? Это у Вас больше наточено на командные действия? Нет, значит, ярко выраженного лидера? Возможно. У нас, кстати, последние два матча… Ну, перед этим, последние два матча Рудак забивал Николая по три. По три. Не знаю, как там пишут. статистику записывает, либо у нас капитан этим занимается. Не знаю. Ну, значит, не забивает. Либо он не хочет, чтобы Николай Рудак где-то светился. Скрывает его, да. Кстати, Родислав, ты сказал, что Николай Рудак имеет футбольное образование. У меня такой вопрос. Вообще, сколько у вас людей в команде, которые имеют футбольное образование? Может быть, какие-то есть поигравшие, профессиональные люди? И еще, вот, раскрой все таки секрет. И, наверное, многим интересно, что такое вообще Тирос? Что это обозначает? Как происхождение этого названия? И какая футбольная школа? Тирос, ребята в 2009 году образовали. Все приехали с Молдавии. Ну, и образовали команду. Собрались и заявились. Это неизвестный. Я в команде с 2013 года. Я знаю, что они в 2009 году. Тирос, это как бы это столица территории Тирасполь. Взято название команды Тирос. А какое-то значение есть у слова Тирос? Или это чисто название города? Наверное, в честь этого. Тирос есть знаменитый коньяк. Тирасполь. А, ну там же шикарный виноград. Это... Виноконячный завод. Шикарно, шикарно. Макс сразу улыбнулся. Да, это замечательно. Есть коньяк Тирос. Может, ребята так назвали. Ну, была там в Приднестрове еще... Сейчас, как бы, вы знаете команду Шериф. Конечно. Обязательно. Перед ее основанием команда Шерифа основалась в 2007. Перед этим они вытянули выше Тирасполь. Профессиональная команда? Да, да. А, Шериф. Ну, они уже тогда... Российские периодические команды, кстати, с Шерифом встречаются в... Да, с Геврокубков. Геврокубков, да. И получается, что Рудак воспитанник Шерифа? Да, совершенно верно. Вот, как интересно. А еще есть? Помнишь, в ЦСКА играл такой защитник Чигиоди? Да, вот. Он тоже из Шерифа. Чудо-юдя его зовут. Ну, Сультан, что, из Шерифа, он тоже. Да. Так что Крепкая команда, да. И вот он не один еще кто-то, да? Ну, воспитанников Шерифа довольно-таки это... Через команду Тираса много. Сейчас нужно вспоминать там... Там... Хатарчук, Сергей, братья-земники были. Это основатели они еще с 2009 года. Саша Лусенко, кстати, как раз сказал ты, Ростислава, спрашивайте побольше про историю. он вам расскажет еще сначала вообще основание футбола. Там вот так время не шутить. Расскажет вам все подлоготную историческую. А что, 9 лет команды, в следующем году 10 уже юбилей. 11, ну, это с 2009. Ну, уже 11, то есть юбилей. 10 уже. Мы уже посадили. С коньяком отмечали. Ну, да, да, у нас бывает такое. Ну, это прекрасно для поддержания так сказать, командного духа, на этом матче выигрывает. Ну, да, почему нет. Последний вопрос, Рячеслав, главная задача выиграть и выйти дальше? Попробовать свои в первом дивизионе силы? Честно, у нас задача, как бы, ну, такой задачи нет, у нас задача выходить на поле и побеждать. Там уже как-то получится. Выходим на каждый матч и побежать. То есть, цели, целенаправленно выйти в первую у вас как-то кого не стоит? Нет, мы будем рады, если мы выйдем. Но мы выходим, как бы, мы никак смотрим в таблицу. как бы, это... Я просто не знаю. Я вот, ну, в шутку между собой ребята говорят, это Серебряная лига, когда узнал после победы. Я говорю, ребята, просто не хотят это уже отпускать. Это, как говорят, третья лига. Ну, зато в Серебряной лиге можно взять золотые медали. Вот. Ну, любые медали приятно получают. Ну, конечно, согласен. Ну, скоро у нас еще полтора месяца, два осталось где-то до конца чемпионата. Так что, время пролетит незаметно. Так, из Серебряной лиги получается, можно выйти в первую лигу? Ну, там, кстати, на этой неделе очень активно обсуждали это в чате. Ну, подняли регламент. Я говорю, ребята, читайте регламент. Давай, Максим. И по регламенту нет, не может выйти команда из серебра, не может напрямую выйти в первую лигу. правильно, честно. Да. Очень возмущался Андрей Апостол, Андрей Сергеев из команды Мив, да, что почему первая, то есть, по сути, 25-я команда второй лиги имеет преференцию перед, собственно говоря, десятой и вышестоящими в второй золотой группе. Почему она выходит? В общем, очень много было возмущения. Полностью согласен. Подняли регламент, прочли, не может. То есть, ну, из серебра сначала нужно в золотую лигу и там через золотую уже в первую. так что у Тироса два года на то, чтобы оказаться в первом визионе. Вот так вот. Рачислав Гузун, форвард команды Тирос, сегодня был у нас в гостях. Рачислав, спасибо, что пришел и поменьшен травму. Спасибо. Спасибо за приглашение. Удачи вашей команде добиться поставленных целей и побед. Спасибо вам. Ну, а это была передача в натуре. Для вас ее ввели Михаил Мирковов, Максим Киселев. Спасибо нашим сегодняшним гостям. Увидимся через две недели. До свидания. Играйте в футбол. Пока-пока.